всем привет наши дорогие хотим вам показать какая у нас сегодня погода мы как всегда в теплой одежде особенно я и я так всегда так и в плюс и в плюс и в минус в теплой погоде у нас сегодня первый рабочий день начинается как ну среди всех инстанций мы сейчас мы управились утром приготовили мусор чтобы но у нас по вторникам вывозят его и поедем и в больницу а потом поедем и саша в мфц то есть сегодня погода такая что работы на огороде нет значит будем заниматься документами я вам покажу ночью был ветер прям все так везде послетала мы сейчас все под ну собрали разобрали где что упала валялась козочки наши плачут дождь идет не прекращается он прям вот идет 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 то сильно то вот ну как бы вот таком мелком положении козочки наши плачут хотят на улицу но сидят в закуточки наши а мы с Юлечкой пойдем сейчас пить чай оставайтесь с нами и смотрите какой у нас сегодня будет день чем мы будем заниматься в дождливую погоду и все новости будем вам постепенно рассказывать спасибо а вам желаем отличного настроения всего самого наилучшего мы вас любим обнимаем каролиночка у нас отдыхает у нее дневной сон мальчишки у нас тут я пока видео монтировала для вас приготовила сейчас загружать пойду а мальчишки у меня тут занимается это прислали вот нам подарок ребятишкам поделку аппликация мозаика самоклеящаяся такая три кота из мультика до ярослав дима беленькие вот эти солнышко лепишь дима снимает вот эти белые которые закрывают вот это липкость ай вы их сильно прижимаете вот эту снял прикрепил вот так вот пошатали понятно пряники тут кушают сухомятку да чё бы чайок сейчас сделаю чай болит зуб болит пальчиком не лазь не лазь не лазь пальчиком говорю слава зубчик заболел а он пряники есть да сейчас пойдут ромашка горлышко полоскать потом опрыскаем горлышко и нурофен тебе там не вкусно а надо она полезна и нужна чуть-чуть попадает ну давай покажу картину вашу я уже солнышко доделал солнышко доделал и тут молодец ну красиво получается да немножко но работаете ладно не буду вам мешать позвали мы кисоньку домой чтоб она на мышки поймала а то по столу прям пробежала вон там возле чашечек нас там чай стоял и вот убрали оттуда сейчас она учуяла и прям настороженно стоит дай бог поймает но все не будем и мешать беспокоить мальчишки у нас тут такие взъерошенные сервис и мы запустили кошку она поймала мышку мышку поймал у нас две мышки у вас две кошки хорошо что у вас две кошки и она две мышки одна кухня одна под диваном мамина и уже словили уже словили да сейчас она вынесет и покажет нам а мы вам покажем колбаски отрежем сейчас отрежем колбаски не закончился мы на хочу пуре пустили сыр вот она может держать зубах но пойдем пойдем на улицу до в зубах может я жду пойдем на улицу моя хорошая зайка моя девочка моя пойдем 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 все пошли умничка и отраву никакую не надо и змей ловит и мышей ловит и кротов умнички мы решили сашей закоптить сало это уж сначала мы решили засолить его но это понятно то есть сначала идет засолка потом выветриваем это все потом только коптить ну да достали с холодильником и щечки которые с головы вот срезали тут четыре пакетика и в каждом по 2 одну такие небольшие как бы дело кусочки сейчас я это все достану в кастрюлю все это заложу и потом она маленечко потает и мы уже сашей будем солить лавровый лист а в каком специях не будем делать специи соль и перец и лавруха больше ничего а в рассоле будем до замачивать подгнет кирпичик сверху обмотаем не надо никакого просто чашкой можно сверху прикроем все нормально 4 мое как это так баламут у нас кошечки охотятся еще на одну мышку да зай каролиночка проснулась у нас уже ну все готовим маринад для нашего сала добавили сюда мерным стаканчиком я замерила два с половиной литра воды помыли яйцо сейчас саша уже на дно его уложил и будет добавлять соль пока не не поднимется каролиночка показывать мерный стаканчик она у нас в пижамке и руси у нас тут кушает шоколад где-то мы в одном рецепте видели говорили что на 2 литра воды 200 грамм соли но мы не стали так делать а делаем по старинному рецепту когда яйцо не всплывет чтобы соли было достаточно скипятим маринад в маринад мы будем добавлять только лавровый лист и душистый перец вот лавровый лист и душистый перец больше ничего добавлять не будем единственное у нас есть приправа это перчик такой да единственное что будем добавлять и шоколада до момента застал мама уже третий раз повторить единственное что мы будем добавлять это специи которые для сала и для копчености для засолки но это когда мы уже вас рассола достанем да и немножечко так посыпем не плавает еще но добавляй добавляй вскипятим остудим и будем уже заливать наше сало сало замаринуется и потом саша сделает коптильную самодельную холодного копчения не горячего а вот именно холодного и будем коптить свиные ушки эти щечки 68 часов да там коко коко моя девочка коко добавили мы душистый перец лавровый листом положили 4 штучки а чего мало хватит я думаю что сильно горечи не было поэтому душистый перец тоже даст свой аромат вот яичко у нас всплыло там пятирублевая монета должна быть но вот она постепенно это там пятирублевые это показывали рецепт был не рублевая она была украинская я не знаю как они называются какая-то вот плавать все нормально ну вот все теперь отправляем и яйцо доставай и будем отправлять это на газовую плиту доведем до кипения остудим до комнатной температуры и будем заливать наши щечки рассол уже закипел и стоит остужается такой темненький стал от лаврового листа от перца от соли потемнел такой сейчас остынет и будем уже заливать наше сало приготовили кусочки которые будем засаливать для дальнейшего копчения такие вот прям все мясистые хорошие тут сколько у нас получается кусочков 5 кусочков ну такой вот прям вот этот вообще прям сильно мясистый вот получается четыре кусок так пять кусочков получается это мы пойдем коптить когда а эти кусочки тут они маленькие небольшие я оставил один вот здесь вот он как бы вот тут толстенький а вот этот кусочек я срежу кошечка мадам нашим мышеловом эти маленькие кусочки я засолю по своему рецепту который всегда часто использую для засолки сала нас его дома очень любят в рассоле тоже засаливается но я там делаю совсем по другому по рецепту и это уже отправлять будем холодильник зальем рассолом и будем ждать когда она засорится чтобы потом коптить донечка у меня тут помощница лохматая наша как всегда мне ходит помогает да зайка пижаму снимать не хочет с истерикой мое кричит мое ей понравился этот костюмчик довольная до сало до кушать будем до дочь а привет привет помаши доченька помаши привет привет всем привет скажи наш хороший до мама будет сейчас отправлять в кастрюльку я это все уже здесь приготовила юлечка мне тут помогает остудил ли уже рассол и все юлечка сюда заливай маленькая выкипела же при кипячении вот заливай заливай вместе с этим перцем и лавровый лист маленькая это ну вот сейчас я вот так тарелочкой накрою придавлю и крышечка сверху и в холодильник пусть стоит охлажденная будет просаливаться и будем потом вкусное сало кушать 3 дня надо ждать потому что должно это просолиться ну два три дня два мало как бы три самые нормально говорят вышла козочек попоить уже по времени у нас ближется к обеду песечка у нас гуляет погода у нас восстанавливается это очень очень радует потому что при дождливой погоде работа на улице стоит работа на улице непочатый край ветерок конечно есть как бы такой легкий но тепло к нам приходит обещают вообще до 32 34 градусов четверг пятницу поэтому тут лужи уже высохли за сегодняшнее утро пойду я попоить козочек и вам сейчас все хотела давно вам показать все как-то забывала вам показать как у нас живут козочки надеюсь будет вам хорошо видать здесь у нас живут в этой половине сейчас я так прикрою в этой половине у нас здесь живут наши козочки и черненько и беленько а во второй половине сейчас отойду во второй половине здесь у нас живет козел поэтому что она наших девочек прыгает здесь все вот это закрывается на прогулку они уходят раскрывается все это дышится подстилка им меняется регулярно остальное все это выносится у них тут и свежее у нас застеливаем в летний период они пока у нас до осени будут жить в этом небольшом помещении потому что они еще маленькие когда больше будут подрастать мы сделаем им больше теплее и саша в сарае будет делить половину эту где вот заложенный кирпичом он сделает здесь дверь чтобы они выходили на прогулку спокойно гуляли и а то в сарае получается первая половина будет у нас курятник а вторая половина у нас будет для козочек поэтому в летнем периоде здесь у них нигде ничего не протекает все сухо все им здесь хорошо удобно как-то вот так но первый год жизни я считаю что принципе это неплохо такие вот у нас дела здесь обстоят все хотела вам давно показать и как-то забывалось все другими делами были заняты розы у нас тут уже в бутончики собираются прям вот потихонечку помаленечку где-то вот уже побольше есть скоро будут радовать вид из окна и во дворе здесь вот тоже бутончики этот прям темный куст вообще прям темный темный получается их два таких кустика сейчас это еду вот вот второй такой же кустик тоже темный этот светло зеленый а этот в перемешку темный светлый такой а тут прямо такой шикарно у нас стоит интересно там наверное темные цвета будут когда будут распускаться уже будет видно и на следующий год я запомню где какие цветут розы какие кусты хочу с вами поделиться наши дорогие сейчас я буду находиться на уколах на уколах называется уголы мои мелоксикан д.с. здесь три укола три ампулы вот такие дома поставить мне никто не сможет я сама себе немного побаиваюсь раньше как поставила после длительного как бы как сказать долго сама себе когда не ставишь наверно какой-то образуется страх или как-то как это вырезать и даже не знаю поэтому будем ездить процедурный кабинет больницу и проставим этот курс лечения говорят на 2 так после второго укола получается улучшение очень хорошее но надо проставить 3 чтобы курс лечения был завершён мне раньше ставили от спины уколы но они были внутривенные и я ходила тоже курс лечения проходила приходила также стационар 15 минут лежишь до укола и после укола внутривенно водился очень медленно и после укола минут 15 также лежишь а потом только разрешали вставать меня долго не беспокоила спина ну наверное где-то с года полтора возможно может быть я немного увеличила со всеми этими событиями может быть год прошел и вот мне даже побольше потому что я была беременна и не подбирали уколы я была беременной каролиной и не подбирали уколы такие чтобы она не повлияла на плод младенца но сейчас я не знаю что это публиклории либо это резко я встала либо что-то тяжелое вроде бы мне саша не разрешает поднимать без его беда моя тяжелая вроде бы ничего не трогала но как-то резко так схватила что я когда сажусь я аккуратно присаживаюсь потому что более отдает в поясницу и ближе к кресту где вот крестец находится потом ложится то есть мне удобно лежать на боку с полусогнутыми как-то ногами но долго тоже так лежать не могу и саша меня мажет мазью называется кетопрофен но его только можно мазать два раза в сутки то есть это утром и вечером если честно его хватает минут на 30 максимум 40 и но часто им пользоваться нельзя конечно очень большое количество есть мази которые помогают хорошо но я знаю по себе когда раньше тоже также болела спина какие мази мы только не перепробовали эффекта практически никакого не было поэтому все только относится к уколам уколы это эффективно конечно и с большой вероятностью полезности как говорится что это будет еще я вам хочу рассказать вчерашний день он у нас прошел в таком суматошном состоянии почему потому что но мы думали что 11 число это рабочий день и поехали мы то есть нам нужно же дела решать как бы из больницы и дальше деток и ярослава детскому садику потому что доступа нам дадут только вот после праздников ну почему поехали и мпц не работала и не работала получается не больница но кроме как дежурный как дежурный только сегодня получается рабочий день но сегодня мы поедем после обеда и будем уже дальше решать делам все эти бумажные и опять и погода налаживается дай бог уже дожди перестали идти трава растет это все мы будем убирать я как вам сказать не пололи мы по одной простой причине потому что слишком была мелкая трава и я жду когда она немножко подрастет и я не люблю тяпкой ну не могу я работать тяпкой я сажусь на колени как говорится одеваю перчатки ставлю за себя емкость и полю траву руками поэтому когда она мелко мне немного неудобно вот что когда чуть-чуть она подрастет и тогда уже начинаем брать юля со мной полностью согласна на поле точно также почему она не одевает перчатки как бы иногда появляются такие вопросы в комментариях у неё маленькие ручки маленькие пальчики и ангей неудобно какие бы мы перчатки не искали размеров вот эти вот ну как бы резиновый рабочий но не подходит и мне все пальцы вот это на потому что это не удобно этим работать конечно руки от этого очень сильно у меня страдает они у нее трескаются болят и мозоли натирают ну никак уже другой раз говорю там бабулечка давай как бы я там ты это не лезь я сама это сделаю но она у нас такая вот упертая поэтому пойдет голыми руками это все сделает потом мажет руки и всего вот в общем бесполезно с ней спорить и хотела бы еще сказать на такой комментарий человек посмотрел наверно возможно одно видео и сделал грандиозное вывод о том что у меня муж ходит только с камерой и можно научить то есть ребенка снимать видео а папа ваш пусть идет и работает мне это так смешно было вы ну как бы читать от того что человек зашел посмотрел какое-то видео и то это видео как смотрят начало включили там перемотали тут кусочек посмотрели и все и потом сделали такой грандиозный как говорится вывод и с утверждением смешно конечно но люди свойственно каждый думать по своему развитию ну ничего лично я уверена и большинство уверена мой муж там вот и и побольше нашего как говорится езду среди нас женщин домочадцев поэтому у меня как бы рассмешил этот комментарий думаю ну как вот ну как вроде бы но мы все люди взрослые сделать вывод вот такой прям грандиозный колоссальный смешно поэтому я видел вам с вами поделилась и рассказал ну как бы смешно конечно выглядит и часто как бы в комментариях попадается такое и чтобы я сменила очки мне дома многие об этом говорят мои любимые очки к сожалению сломаны лежат и я все надеюсь что я их отремонтирую и бывает знаете как вот все поедем сделаем сдадим ремонт мои красивые хорошие очки потому что у меня зрение на глазах оно абсолютно разное один глаз как говорится там два 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 75 у него минус другой чуть больше на 3 с копейками поэтому эти очки как бы подобраны мне как на скорую руку и тогда я была пополнее было пополнее лицо и естественно они как бы держались на мне хорошо сейчас я попудела поэтому они у меня немного слетаются и как бы возможно но то что я часто управляю и многим нравится как сказать ну я в дальнейшем восстановлю свои очки найду ремонтную как где отремонтирует и буду свои носить любимые очки поэтому покупать другие заказывать я не вижу смысла потому что эти меня пока устраивать я не хорошо вижу те со временем сделаю ну вот выберется момент и поеду и вот сделай буду их носить так еще что хотела вам сказать опять много болтаю наверно соскучилась поговорить с вами и про олю о том что я рассказала про ее как бы ну вот личную жизнь это была не моя инициатива рассказать это во-первых сильно улыбаться я не буду и во вторых это сказано было для того чтобы другие как бы люди с глупыми мыслями к моему мужу написали подобных там комментарий что дома молодые женщины девушки и вот такие вот как я не знаю что у человека как бы в голове там происходит о таком думать ну в общем это было во первых не моя инициатива поделиться с вами радостью она была это постеснялась бы сказать но я ей очень это хотела сказать поэтому меня не осуждайте и не судите все что со мной кто-то делится я всегда по жизни такая я никогда не расскажу секреты это первое я никогда не выдам какую-то информацию что бы в жизни не случилось даже если хорошо общаясь с человеком и потом бывают разногласия и я там пойду про кого-то все это рассказывать нет и этого делать поэтому меня не судите они еще отвечу на комментарии что сейчас секундочку правда соскучилась по вам много болтаю так был комментарий такой марина ты что больная на голову дарят меня с вами соглашусь возможно я немного больная на голову в том случае потому что я слишком жалостливый человек мне жалко первую очередь это конечно людей со всякими разными ситуациями это первую очередь насколько бы мне не было трудно но я всегда жалею мне кажется что у других еще похуже это первое второе мне всегда жалко животных наверное возможно нужно было понять о том что я очень боюсь собак у меня здесь вот под коленом вот так уж и вот здесь похуже на у меня колено здесь как вам сказать шрамы у тебя остались иногда я даже стеснялась летом ходить в шортах чтобы этого не видно да как я смогла есть годами как он темнеет и особо его как бы незаметно если конечно подойти припекли посмотреть поэтому даже я боюсь собак но я их все равно люблю и то что там кошка крота покусала кровь я вот увидел в маленькой без защиты я понимаю что он вредит или и в то же время то есть это двойственное чувство и вроде бы вредите и в то же время это такое же животное так же как и кошечка вот ну есть вот такие кошки которые гадят их что не любить несерьезно что вот собака меня в детстве покусала что теперь все собаки такие их не нужно любить поэтому я такой жалостливый человек наверно поэтому я немного больная на голову надо быть немножко такую построже наверное но я так не могу как бы там жизнь не было но меня не исправить уже бесполезно поэтому я нисколечко не обижались мнение это каждого я ко всему прислушиваюсь и было еще такой комментарий что я ну какой неопытный растение вот конечно не опытный растение вот я благодаря вам вашим советам нашей семейной поддержки где-то друзья знакомые что-то советуют тот же интернет на помощь конечно мы могли бы сделать как заранее пересмотреть кучу этих роликов найти самый там колоссальный пример и пойти это сделать и вам показать но это как получится это же получится что мы пошли все идеально так сделали но мы же не такие поэтому мы особо в это как бы не удаляемся где-то что тогда мы посмотрели где-то карты но в этом они углубляются поэтому мы идем делаем вам показываем вы нам советуйте потому что большинство нас смотрят которые уже опыта колоссального просто колоссального опыта и поэтому от благодаря вашим советам мы делаем уже для себя и запоминали это уже на своих ошибках и своими руками спасибо вам большое я вас обнимаю желаю вам крепкого здоровья самое главное берегите себя и своих близких мы вас любим обнимаем в этом видео болталочки такой мы с вами попрощаемся до новых встреч пока пока